Ну, этот подкаст у нас точно будет без видео, поэтому я спокойно не переживаю, как мы с тобой выглядим. Валерия, привет. Привет, Андрей. Добрый вечер, добрый день, добрый ранок. Мы из Украины, кто-то на Кипре, поэтому всем привет, ребята, где бы вы ни были. Буду всегда повторять. Надеюсь, что с вами, с вашими родными и близкими все хорошо, вы живы-здоровы. Ну и, конечно же, по традиции уберите детей, не слушайте с ними этот подкаст «Русский корабль, леди нахуй». Сегодня пригласил в этот подкаст Валерию Семенову. Мы с Лерой, кстати, недавно, кто слышал наши подкасты про CRM, обсуждали вопрос CRM. Сегодня мы будем продолжать обсуждать этот вопрос. Почему? Потому что в Украине он стал ребром. Огромное количество компаний, предпринимателей сидят на двух русских кораблях. Это АМА-СРМ и Битрикс-24. Лер, что думаешь по этому поводу? Какие у тебя прогнозы? Закроют ли Битрикс и АМА доступ украинским предпринимателям? Ты знаешь, непонятно, что будет с этими двумя сервисами. Я связывалась с техподдержкой буквально несколько недель назад, когда это все началось. Был период, когда АМА-СРМ лагала. Были там технические сбои, долго загружалась. Независимо с какого IP ты находишься территориально. Но ребята с этих двух компаний подтвердили, что работа продолжается. Все у них окей с этой точки зрения. Но если мы будем смотреть в долгосрочную какую-то перспективу, общаясь с многими предпринимателями, люди реально переживают, что непонятно вообще, что дальше будет и как данные будут использоваться. И в целях безопасности некоторые люди, компании хотят себя перестраховывать тем, чтобы переходить на другие сервисы. Это вот то, что сейчас обсуждается, то, что я слышу от наших клиентов и не только. И действительно хотят переходить на другие какие-то системы. Мы не знаем, что будет. Мы можем себя только обезопасить по максимуму, как это только возможно. Вопрос тогда. А как себя обезопасить? Как себя обезопасить? Да можно перейти на какую-то другую сервис систему, если позволяет это время, средства. Я думаю, что рынок настолько полон и настолько много других альтернативных сервис систем, что ни Аму и ни Битриксом едины. Хотя очень классное решение, несмотря на то, какая ситуация сложилась. Мы исследовали этот вопрос и нашли огромное количество других CRM, которые ничем не уступают. Слушай, я тут добавлю тебя. Я вообще думаю, что по этому поводу. В отличие от других сервисов, которые есть на рынке, не будем их назвать. Даже, кстати, в нашей стране есть сервисы, которые уже отрезали. Ну, в первую очередь, конечно же, наши сервисы. Много кто сделал, отрезал рынок России для себя. И это не только сервисов касается, а и в общем и целом всех бизнесов. Я думаю, что в любом случае надо переходить, даже если Ама и CRM и Битрикс 24 не закроют. По одной простой причине, до тех пор, пока украинские компании будут оплачивать эти сервисы, они также будут финансировать оккупацию и эту конченую войну, которая идет сегодня на территории Украины. Не важно, когда она закончится. Даже если сегодня вечером, дай бог, война закончится, сидеть и продолжать оплачивать Ама, CRM и Битрикс 24 в Россию, я лично не собираюсь и, пользуясь случаем записи этого подкаста, никому не рекомендую. Поэтому, уважаемые предприниматели, которые слушают сейчас этот подкаст, давайте вместе уже думать, какую альтернативу мы будем с вами использовать. Забегая наперед, про альтернативу мы также с Лерой будем говорить в следующих подкастах. Цель этого подкаста – обсудить в общем и целом текущую ситуацию, которая есть сегодня на рынке. Лер, у меня такой вопрос. Что делать вообще предпринимателям, как себя подготовить для того, чтобы переходить на другую CRM-систему? То есть, с чего начать? Вот я пользователь какой-то CRM-системы, с чего начать? Слушай, да все намного проще, чем кажется. Там не нужно каких-то суперспецподготовительных действий. Нужно ответить на несколько вопросов и собрать воединую, скажем так, табличку, я не знаю, или просто хотя бы заметку, чтобы понимать, какие у нас данные есть на текущий момент. Заглядываем, заходим в свою CRM-систему и смотрим, какое у нас количество воронок сейчас есть, выписываем эти воронки. Смотрим, какое у нас количество сделок находится в этих воронках. Ну, то есть, чтобы мы собрали дату, да, то есть, чтобы мы собрали данные, которые у нас есть. Нам нужно посмотреть, какое количество у нас контактов и компаний для импорта. Ну, то есть, уже продумать абсолютно с любой. Можно выгрузить файлами с каждой воронки и контакты, и сделки, и так далее. Посмотреть, какое количество пользователей записать себе, у кого какие праводоступы. То есть, это просто в себе нужно куда-то зафиксировать. Выписать, какие сейчас используете виджеты для отдела продаж. То есть, все виджеты и их функционал для того, чтобы можно было найти какие-то подобные виджеты в других CRM-системах. И выписать себе все интеграции, которые у вас есть. То есть, конкретно прописать техническое задание. Какие сайты у вас к чему подключены, какие формы у вас к чему подключены, какие вы данные тянете с этих форм. Плюс к этому всему, какие у вас, возможно, автоматические действия настроены внутри CRM-системы. Потому что уже многие используют различные автоматизации в плане того, что в зависимости от полей и в зависимости от статусов, в которых находятся сейчас сделки или клиенты, там делается какое-то автоматическое действие. То ли автодействие для менеджера, чтобы что-либо сделать, то ли отправка какого-то письма и так далее. То есть, вот эти вот все интеграции нужно выписать куда-то себе. Ну, просто в обычный Excel, просто в любой форме, любая форма подойдет, лишь бы это просто никуда не бежали эти данные и сразу это сделать. Первым действием, то с чего мы вообще начали, и я вам тоже всем рекомендую, это сделать бэкап базы. Ну, мы выгрузили базу буквально там на второй, на третий день войны сразу. То есть, мы сразу все выгрузили в целях безопасности, особенно когда наша CRM-система начала лагать. Ну, то есть, у меня были глаза по пять копеек, и просто происходила выгрузка и экспорт абсолютно всего. Удобнее всего, чтобы вы выгружали по воронкам. Вот, например, если у вас есть несколько воронок или есть несколько там направлений, то чтобы вы выгружали свою базу вот именно по направлениям. И так вы смогли ее отсегментировать. Можете, если, конечно, хотите еще больше заморочиться, да, чтобы меньше потом было головняка, как ее распределять, эту базу. Выгружать по статусам, например, сделок. Допустим, выделили один статус сделки и выгрузили. И таким образом у вас будут храниться Excel-файлы по разным статусам. Вот, вы можете выгрузить там, в том числе, если у вас как-то отсегментированы, например, компании или контакты в CRM-системе, выгрузить контакты именно по вот этим сегментам. То есть это все позволяет CRM-система для того, чтобы вам будет проще по этой же архитектуре, по этим же критериям загружать в новую CRM-систему. А так в основном это все действия. А, очень важный еще момент, который хочу отметить, что когда вы будете там записывать, какие вы виджеты используете, очень детально прописывайте функционал, потому что не буду я говорить о каких-то розовых замках и супер-классной перспективе, потому что не все заграничные сервисы поддерживают, например, те виджеты, которыми мы привыкли сейчас пользоваться. И нужно будет искать альтернативу или, возможно, даже где-то дописывать свои модули. Соответственно, вы должны понимать четко этот функционал, что конкретно вы там делаете, то есть какие действия предназначены для этого виджета, чтобы вы потом смогли, если что, составить техническое задание на то, чтобы этот модуль дописать, если он для вас прям крайне важен в будущей CRM-ке. У меня вопрос. А есть украинские CRM-системы? Есть украинская CRM-система. Какие? Система называется, она OneBox. А, это те ребята, которые не отвечают нам? Да, это ребята, они в Чернигове находятся, у них главный офис в Чернигове. Поэтому сейчас есть определенные сложности с коммуникациями, но если мы будем брать довоенное время, то прекраснейшая CRM-система, это OneBox, это даже не просто CRM-система, это прям целая платформа с различными софтами, которые предназначены для разных бизнес-задач. То есть у них есть отдельное направление, это CRM-система, а есть еще там очень много других-других там, и для управления проектами, и календари, и планеры. Ну, то есть просто каждый может зайти, посмотреть количество продуктов, которые у них есть в маркетплейсе. И там не только одной CRM, они популярны. Молодые ребята, прекраснейшее решение, особенно тех, кто был ранее, например, на Битриксе и хочет перейти. Потому что в Битриксе можно было создавать разные отделы, делать взаимосвязь между этими отделами, добавлять туда плотской учет, и, в общем, много-много-много чего. И OneBox это та платформа, которая как раз-таки позволяет полностью заменить. Да, оно выглядит, понятное дело, по-другому, но логика работы сохраняется. Кроме этого, OneBox, он настолько классный тем, что он как конструктор, который позволяет собирать каждый контур, каждый модуль для отдельного направления вашего бизнеса так, как вам нужно. Ну, подробнее, я думаю, мы просто там в будущих подкастах, чтобы я сейчас не делала акцент и полностью рассказывала про эту CRM. Да, полностью согласен с тобой. Смотри, такой и так же вопрос, он касается также подготовки, это цена. Насколько я понимаю, что стоимость любого другого решения, которое есть сегодня на рынке, гораздо больше, чем люди привыкли платить. В среднем, насколько? Вот бизнес теперь должен быть готов, насколько больше заплатить? Я не хочу расстраивать, но это приблизительно от где-то 30 долларов за одного пользователя в месяц. Где-то можно рассчитывать именно на такую стоимость. Можно найти решение там, где это будет стоить, там от 14 долларов, от 12 долларов за пользователя. Ну, то есть, что в принципе это не так уж и много, если мы с точки зрения этого будем смотреть. Но, опять-таки, все зависит от тарифа. Если это тариф для большого бизнеса Enterprise, то стоимость там альтернативных CRM будет от 50 долларов за пользователя. Насколько я понимаю, это в три раза больше, чем русский корабль. Ну, не совсем, потому что все зависит от тарифов. В предыдущих CRM-системах тоже в зависимости от тарифа там есть разная стоимость. Да, оно дороже, не могу сказать, что прям в разы, но где-то на два раза, в два раза будет дороже, а где-то, возможно, даже вы и сэкономите. Потому что есть CRM-системы, которые вам заменят, там, допустим, сервисы, которые вы оплачиваете дополнительно, чтобы делать интеграции. В некоторых CRM-системах, например, таких как Zoha, да, Zoha это тоже целая платформа с огромным количеством софта. Это прям SaaS-платформа, я бы даже ее так назвала, огромнейшее количество решений, и одно из них это CRM. И в этой CRM настолько всего предусмотрено, что там можно делать, ну, в общем, эти 50, там, условно, долларов или евро, они оправдывают цену за пользователя вполне. Это дальше. Следующий подкаст будет по поводу CRM-систем. Сделаем с тобой некий обзор, поговорим по каждой CRM-системе, чтобы люди, в общем и целом, понимали, что куда. Хорошо, что еще? Может быть, есть еще какие-то пункты, которые мы с тобой упустили в подготовке? То есть, первое, это выгрузка базы, второе, выгрузка базы по воронкам, интеграции, дополнительные функции и виджеты. Что еще? Да. Обязательно выгрузить все, не забудьте выгрузить все шаблоны писем, автосообщений, которые у вас есть. Если настроены какие-то бизнес-процессы, автоворонки, то тоже об этом нужно помнить. Особенно это касается, например, для образовательного бизнеса, который еще использует интеграции с такими сервисами, как, например, GitKurs. Да, и там тоже открытие доступов и так далее. То есть, важно вот эту всю логику взять и архитектуру, которая у вас уже создана, перенести это куда-то в майндмэп, в Excel, в мира, куда угодно. Что людям делать, если предприниматель, команда ничего не понимает в этих CRM-ках? Стоит им самим колупаться? Или, может быть, есть какая-нибудь компания, люди, которые специально обучены и могут помочь? Ты очень аккуратно подводишь к тому, что мы можем сейчас помочь украинскому бизнесу. Абсолютно верно. Мы уже эти все вопросы изучили. Мы уже понимаем, как это можно сделать достаточно быстро, безболезненно. У нас есть сравнительная характеристика наиболее популярных CRM-систем для перехода. И, кроме этого, понимая все преимущества той или иной CRM-системы, мы можем очень качественно подсказать и помочь принять решение, то есть в какую CRM лучше выбрать под бизнес. Вот на этой ноте мы и закончим с вами этот подкаст. Друзья мои, если перед вами стоит задача перехода на новую CRM-систему, а у вас она должна стоять, если вы пользуетесь особенно AMA CRM и Bittrex24 русскими кораблями, которые должны пойти нахуй, обращайтесь к нам. Где-то под этим подкастом будет ссылка на наш сайт. Если вдруг нету ссылки на наш сайт, то заходите в Google и вводите krupkin.pro. Оставляете заявку, с вами связывается специально обученный человек и записывает вас на консультацию. У нас во время, военное время действуют суперлояльные условия на помощь украинскому бизнесу, поэтому давайте не отсрачивайте эту задачу, не надо думать, что обойдется с дня на день. Если выключат вам всю вашу CRM-систему, то все ваши наработки просто пойдут куда-то в мусорное ведро. Поэтому давайте ждем, ждем, готовы вам помочь. С вами был Андрей Крупкин и Валерия Семенова до следующего подкаста. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok